Всем добрый вечер. Большое спасибо, что присоединились. Несмотря на изменение времени, я действительно искренне благодарен вам. Вижу в вашем присоединении помощь себе лично в первую очередь. И мы с вами, как всегда, посвятим наши усилия благополучию и успеху наших воинов и возвращению пленных. Очень бы хотелось и есть надежда, что хотя бы кто-то остался жив и вернется. И обезздоровлению раненых. И упоминаю всегда Люба Бат Михаэль, моя жена, которая ушла из жизни два года назад. Я считаю, что ее упоминание правомерно, потому что она действительно, как солдат, как борец и за Алию, и за целостность земли Израиля, и за глубокое понимание пророков. И с этими словами я хочу с вами поднять презентацию, то есть тот ковец, который нам нужен. И первое, что я для вас приготовил, не может, не связанное с Мишлей, а пример того, насколько важно изучение пророков, текстов пророков, потому что, когда делаются выводы из Гемары, без учета текста, в отрыве от текста, текста пророков я имею в виду, то выводы получаются совершенно неверные. Вот я приведу вам то, что упоминается в трактате «Сангедрин» на 49-м листе. Я напоминаю, это некоторое отступление. Мы сейчас вернемся к Мишлею, безусловно. Просто как подчеркнуть важность изучения пророков. «Сангедрин», 49-й лист. Здесь в связи с Псалмом, 20-м Псалмом, в котором говорится «Песнь Давиду», Бог ответит на молитву в тяжелой ситуации, в противостоянии с врагами. Сам Псалм в себе очень интересный, может быть, когда-нибудь разберем. И он заканчивается такими словами. «Эти полагаются на колесницы, а эти на коней. А мы имя всесильного Бога нашего славим. Те встали на колени и пали, а мы поднялись и осилили их. Бог спасет, царь ответит нам в день, когда призовем мы его». Здесь само по себе очень важно прочтение текста, которое тоже связано со всей историей Давида, с книгами Шмуэля, особенно с книгой Шмуэль-Бет. Когда говорится, что эти на колесницах, этих на конях, а мы имя всесильного Бога нашего славим, и это дает нам победу, можно подумать, что они действительно на колесницах и на конях, а мы только с именем Всевышнего выходим против них. Но мы знаем, что есть логика прочтения предложения, есть, когда читается по принципу исключения, две части предложения, говорящие о разных вещах, и они читаются по принципу исключения, то есть второе исключает первое, а иногда по принципу дополнения. И здесь можно читать только по принципу дополнения. Эти полагаются на колесниц, а эти на коней. А мы имя всесильного Бога нашего славим. И если знать всю историю Давида, его бесконечные войны, его противостояние со всеми народами, со всеми армией вокруг него, то понятно, что они на колесницах и на конях, и нужно читать так. И мы тоже на колесницах и на конях, но они без имени всесильного, без имени Бога, или они со своими божествами, а мы плюс к этому с именем Бога нашего. Иначе это противоречит всей истории жизни Давида, который никогда не призывал выходить против врага с голыми руками и надеялся на то, что молитва просто в такой ситуации, когда рассчитывают на чудо, а на чудо рассчитывать нельзя, что в такой ситуации молитва поможет. Этого никогда не было. Поэтому здесь очень важно, что мы тоже на колесницах и на конях, но мы с именем Бога. И в Эзра и Нехеме есть такой посыл, который мы читаем каждую субботу, когда открывают Ароно-Кодыш, там, как сказано, одну секундочку, как сказано, сказано так, «Тимнехо мот Иерушалаем кибиха батахну». Построй стены Иерусалима, потому что мы надеемся на тебя. То есть, мы просим Всевышнего, просим Всевышнего или Эзра и Нехеме в их время просили помощи в строительстве стен Иерушалаема, чтобы это дело удалось, сложнейшее дело в их время построить, обнести Иерушалаем стеной, чтобы это удалось. И стены обязательно. А при этом они говорят, помоги нам построить стены, потому что, если нам поможешь построить стену, мы тебя не забудем. Как бы, да, ты, Всевышний, не опасайся, что, когда у нас будет стена, мы будем рассчитывать на стену. Нет, мы будем полагаться на тебя. Но стена нужна. Стену обязательно помоги нам построить. Так же и здесь. И мы на колесницах, или мы на конях, или со всем, что нужно и необходимо, и плюс к этому с именем Бога. Вот это один момент. Теперь в Сан-Ядрине, в трактате Сан-Ядрин, здесь говорится так, в связи с этим псалмом, говорится так, если бы не Давид, Иоав не воевал бы, то есть не побеждал бы, и если бы не Иоав, Давид не учил бы, не мог бы учить Тору. Сан-Ядрин 49. Из этого, как правило, делается такой вывод, что нужно изучать Тору, и изучение Торы, оно приносит победы. А те, кто выходят воевать, они, конечно, тоже молодцы, замечательно, но, в принципе, есть люди, которые должны изучать Тору, так же, как Давид, и это даёт защиту, и это приносит победу. Теперь можно заранее сказать, что такое прочтение совершенно неверное, и оно связано с незнанием текста, с полным незнанием текста. Почему? Потому что этот псалмом связывают мудрецы, и тот же Сан-Ядрин, связывает ситуации, когда Давид закрылся в Маханайме, и войска Аф-Шалома подступают к нему. У Давида очень мало людей. Юав с ним присоединился к нему, а к бунту Аф-Шалома присоединилось подавляющее большинство народа большое войско против горских защитников. И вот они понимают, что они не удержат город, не защитят его от осаждающих, и они выходят сражаться против войска Аф-Шалома. И вот они выходят, они выходят, и Давид хочет выйти с ними вместе. Несмотря на то, что это война с его сыном, он хочет выйти вместе со своим войском или с войском верных ему преданных людей. И я непременно выйду с вами в сражение. Это текст из Шмуэль Бет. И я непременно выйду с вами в сражение. Но Нарад сказал, не ходи, ибо если мы и побежим, не обратят на нас внимания, а если умрет половина из нас, не обратят на нас внимания, ибо сейчас здесь таких, как мы, 10 тысяч. И будет лучше, если ты останешься и будешь нам помощью из города. Эти события происходят за два года до смерти Давида. Он человек пожилой, ему 68 лет, уж точно не воин, но он рвется в бой вместе со всеми, выйти в сражение наравне со всеми. И его отговаривают, фактически запрещают ему, народ запрещает ему выходить в бой, и он остается. Естественно, он молится и посвящает это время, возможно, какому-то изучению Торы, постижению высоких вещей, тоже как молитва, чтобы была победа в сражении. И мы никак не можем прочитать тогда, что следует оставаться, как Давид, следует оставаться и учить Тору, чтобы другие, кто выходит на войну, побеждали. Да нет же! Ситуация как раз обратная. Любой, каждый обязан выйти на войну. И здесь понятно, хотя это война междоусобная, это пику хнефиш, это защита от преследователей, а в шалом преследует, нужно защищаться в таком случае. Есть обязанность выйти на войну, защищаться, и только, когда складывается такая ситуация, что человек не может выйти на войну по возрасту, по здоровью, по каким-то другим причинам, он остаётся, и он учит Тору, и тогда это, и тогда это помогает. Тогда это помогает. И это в этом случае. А если обобщать, если обобщать и смотреть на другие ситуации, если бы не Давид, Юав не побеждал бы, так Давид всегда воевал тоже. он всегда воевал, то есть его Тора была с ним в сражении, в ту минуту, когда он мог учить Тору, он учил Тору, и прикладывал огромные усилия для того, чтобы это можно было сделать в походе и на войне, и это приносило Юаву в победу, но Давид был с ним, или где-то воевал в другом месте. И мы тогда понимаем, что с вами, если приглядываемся к тексту, не только к Талмунду, но и к тексту, мы понимаем то, что сказал Рафдзевин в своё время, великий мудрец. Он сказал ученику, который его спросил, не остаться ли мне изучать Тору, не чтобы защитить тех, кто служит в армии. Рафдзевин на это сказал, возьми свою Тору, иди в армию, там учи её, и она будет защитой и тебе, и твоим товарищам. Это то, что вытекает из всей ситуации. Но, к сожалению, это не читается так, никто не задумывается, не хочет задуматься над тем, в какой ситуации это сказано, а берут просто как бы голую посылку, голый текст. Если бы не Давид, Юаф не воевал бы, значит, нужно, по крайней мере, части народа учить Тору, чтобы другие воевали. Это совершенно неверный вывод. Это требует большого исправления. Исправление – это единственное, это то, чем мы с вами занимаемся, пытаемся проникнуть в текст пророков, познакомиться с ним серьёзнейшим образом. Тогда, если мы с вами справляемся с этой задачей, знать, что написано в пророках, то подобные выводы будут невозможны. Они, к сожалению, они просто являются давлеющими в наше время. Вот ты кого не спросишь, скажем, из определённых кругов о службе армии, в армии, они тебе тут же прямо вот этот лист Талмуда, и, значит, на его основании будут доказывать, что, по крайней мере, часть народа должна заниматься Торой. И вот мне казалось, это очень важно подчеркнуть. Но, кроме того, кроме того, что это необходимо с практической точки зрения, с точки зрения понимания того, как себя следует вести, как указывает тот же Талмуд, как вести себя, изучение пророков, оно просто, как мне представляется, необходимым, потому что это наше, и мы должны вернуть эти тексты себе, вернуть народу, вернуть в том смысле, чтобы житься с ними, слиться с ними, чтобы они действительно были наши, чтобы они читались правильно, а не просто были закрытыми текстами, которые повторяют как молитву. Что тоже, может быть, само по себе хорошо, но весьма и весьма недостаточно. Теперь, с этими словами мы с вами делаем резкий скачок и возвращаемся к Мишли. Я хочу вам кратко напомнить то, что происходит в седьмой главе, не углубляясь, а просто напомнить, потому что здесь как бы тоже у царя Шламо очень резкие такие переходы от одного к другому, без объяснения, по принципу догадайся сам. То, что мы здесь видели, царь Шламо призывает своего сына относиться к мудрости как к сестре, да, вот, а к бейна, который здесь переведен как разум по-русски, бейна, к пониманию относиться как к родственнику, да, вот, и зачем это так относиться к мудрости, да, чтобы предохранить тебя от чужой жены, от чужестранной, чьи речи льстивы, да, и вот тут дальше описывается развратная женщина, которая является как бы, соблазном для молодого человека. Мы понимаем с вами, что если шла речь об отношении к мудрости, и к ней нужно было относиться как к сестре, то дальше, конечно, тоже идет речь об отношении к мудрости, да, но только это отношение описывается как вдруг эта мудрость становится похожей на развратную женщину или может стать похожей на развратную женщину, да, отношение к сестре мы понимаем, да, это, скажем, тебе приятно быть с ней, тебе приятно разговаривать, ты знаком с ней с детства, у вас есть много, много общего, есть теплые чувства по отношению друг к другу, да, и вы, и так нужно относиться к мудрости, да, то, что можно здесь сказать, не искать никакой корысти, никакой выгоды и никакого удовольствия, да, человек, который поступает иначе, который, скажем, да, как говорят в Перке, вот делает из мудрости и Сторы, скажем, да, про Тора в Перке, вот делает из Торы лопату, то есть он свои знания Торы, которые он обрёл, может быть, и у великих мудрецов, и старался, да, и приложил много усилий, он теперь эти знания использует для обогащения, да, вот, для обогащения, скажем, да, он даёт уроки за деньги, устанавливая высокую плату, как, скажем, профессор, да, вот одно дело, если там простой студент читает лекции, другое дело, если профессор, он требует большие деньги, например, да, или он хочет, чтобы его уважали и при каждой ситуации показывает свою мудрость, иногда мудрость используется для того, чтобы добиться власти, добиться влияния, да, тут в таком случае, да, вот, то, что называется в трактате Таанин, изучение Торы ло-лишма, не во имя самой Торы, да, потому что тебе во имя самой Торы, как вот, да, ну, один из моментов, как можно объяснить, что тебе просто приятно быть с ней, как с сестрой, как с близким родственником, да, приятно быть с ним, разговаривать, беседовать на умные темы, вот, проводить время, это лишма, это во имя самой Торы, тебе хорошо с ней, приятно с ней, а есть ло-лишма, не во имя самой Торы, а для того, чтобы прославиться, для того, чтобы выглядеть умным, иногда для того, чтобы заработать, это ло-лишма, это не во имя Торы, и вот здесь это ло-лишма описано, как чужая, чужая женщина, которая соблазняет молодого человека, почему она соблазняет, понятно, потому что, да, есть изучение Торы, во имя Торы, когда человек не ищет никакой выгоды от этого, а есть соблазн, да, есть соблазн, вот, сделать так, поступить так, да, и за счет той же Торы добиться какого-то успеха, сделать карьеру, заработать, да, вот, и, скажем, да, в том же Перкеавод упоминается о том, что во времена Гелеля и Шамая был в Сангедрине такой человек по имени Минахем, Минахем, великий мудрец, да, и он поступил на царскую службу, да, то есть, в его время можно было, скажем, да, поскольку он был знатоком Торы, мудрецом, и знал и языки, по всей невидимости, знал и еще много всего, да, он мог поступить на царскую службу, все ничего, но он оставил Тору, совсем оставил Тору, да, те знания, которые у него были, он использовал для царя, да, да, и, да, 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 и вот это, это чувство и ощущение, да, что надо, что это чувство и ощущение иногда обладает человеком, чтобы нехорошо бы и заработать, и неплохо жить, и, в общем-то, и Торой тоже можно, тоже можно заработать, это женщина названа, это Тора названа, сравнивается с блудницей, она говорит о том, что муж ее уехал, очень интересно, что, как бы, это сравнивается, скажем, кто может быть муж ее, это, как бы, сам Всевышний, и он приедет только в день скрытия Луны, на Пекесе, на день скрытия Луны, он вернется, а кто возвращается в день скрытия Луны? В день скрытия Луны возвращается Всевышний, в Рожа Шанна, для того, чтобы судить, проверить всех, пересчитать, как бы, посмотреть на каждого, вот, и судить, а так, как бы, эта женщина живет с таким чувством, или, скажем, человек, которому присуще такое отношение к Торию, он живет с чувством, что вот раз в год надо дать отчет Всевышнему в день скрытия, вот, а так можно, можно жить спокойно, то есть, нет у него настоящего трепета перед Всевышним, да, это примерно то, что описывает здесь Сальш Ламо, да, вот, А мы с вами, поскольку мы здесь уже были, но мне как бы хотелось просто прояснить ситуацию, мы с вами опять делаем резкий скачок и переходим с вами к восьмой, к восьмой главе, да, которая совсем другая, но не менее загадочна, да, не премудрость ли взывает и не разум ли подает свой голос, да, постигайте простаки благоразумия, и вы, глупые, умудритесь сердцем, слушайте, потому что я буду говорить важное и открываю уста мои, чтобы сказать правду, ибо истину произнесет небо мое и нечестие и нечестие и нечестие мерзость для уст моих, то есть мои уста никогда не изрекут ложь, да, и первое, то, что мы должны сами себя спросить, постойте, да, но в первой главе уже мудрость, мудрость вызывала, призывала, она была, она была как бы во дворе, во дворце шламу, она выходила на, выходила на улице, она говорила на площадях, да, вот, и говорила на площадях, и как бы очень обиделась на то, что ее не слушают, да, и предрекла бедствие за то, что ей не внимают, ее не слушают, и говорила о том, что, поскольку ее не послушали, что даже когда ее будут искать, она не откликнется, и она будет рада тому бедствию, которому придет, придет на народ, мы как-то с вами обсуждали, да, это я напомню, что, скажем, что это такой собирательный образ того, что царь шламу пытался сделать, он пытался распространить Тору во всем народе, и мудрецы были повсюду, и на площадях, и они как бы, да, не просто выходили, они советовались в его дворе, в его дворце, советовались о том, как лучше распространять Тору, о чем говорить, да, как построить какую-то систему просвещения и воспитания, да, вот, потом они выходили на улицы, на площади, там пытаются распространять Тору, и, как бы, по большому счету, не получилось, и поэтому, вот, царь, что мог говорить, да, то, мудрость обиделась, да, там не Тор говорится, не о Торе говорится, а мудрости, мудрость обиделась, и говорит, вот, теперь будут искать меня и не найдут, да, вот, и мы с вами говорили, что речь шла о том, что почему будут искать и не найдут, вроде бы, как бы, да, то, что человек хочет положительное, он всегда этого добивается, с небес ему помогает, да, говорят, что тот, кто приходит очиститься, ему помогают, тот, кто приходит стать нечистым, тот, кто хочет нечистоты, перед ним открывают дверь, хочешь, иди, да, но не толкают его, не помогают ему, а тот, кто хочет чистоты, ему помогают, да, так почему же здесь, если человек хочет мудрости, да, то она говорит, не найдете меня, да, и обрадуюсь, порадуюсь вашему убийству, да, я напоминаю, просто мы с вами говорили, что речь идет о том, что, как бы, пытаются на скорую руку залатать, поправить, подкрасить на те недостатки, те недостатки, которые есть, уже поняли, что есть недостатки, уже поняли, что, скажем, да, нужна система образования другая, да, уже поняли, да, вот что, допустим, нужно изучать пророков, изучение пророков, нужно вести в школу, допустим, да, вот, нужно более, нужно более глубокое проникновение в традицию, может быть, да, нужно понять смысл заповедей, допустим, да, вот это уже поняли, но что, никаких серьёзных мер не принимают. То есть, немножко здесь, немножко здесь, немножко изменим программу, немножко так и немножко сяк, и Катада Мудрость говорит, они, конечно, меня ищут, но это же просто обидно, то, что они делают. Они не понимают, что это серьёзное дело, исправить недостатки образования, недостатки изучения, не изучения Торы, воспитания, это же не делается так, тут немножко приклеим, тут подкрасим, и поэтому она ещё больше сердится, мудрость, и поэтому она говорит, что будут искать меня и не найдут. И вот теперь, в свете того, что мы с вами вспомнили, очень интересно посмотреть ещё раз то, что мы с вами прочитали. Вот, секундочку, где же у меня это убежало? Секунду, и это восьмая глава, вот, да-да-да-да-да. Вот, очень интересно представить, а что же здесь происходит? Непремудрости взывает, то есть, опять, видимо, есть, да, есть какие-то мудрецы, которые говорят, да, не разум ли подаёт свой голос, да, вот, постигайте простаки, благоразумие, и вы глупо умудритесь сердцем, да, вот, да, а дальше, забегая вперёд, то, что самое интересное, да, смотрим, 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 да, она говорит, да, она говорит, и выяснили, слушайте, чтобы сказать правду, и выяснили, секунду, все они ясны для разумного, примите учение моё, а не серебро, а знание, чем, потому что мы, то есть, вот, секунда, как же это у меня убежало, примудрость говорит, примудрость говорит, примудрость говорит, да, что всякий, что всякий, кто ищет её, тот найдёт, тот её найдёт, да, хорошо, дойдём до этого, поверьте мне, браканное слово, то есть, если там она говорит, что и когда будут искать меня, то не найдут, то здесь она говорит, что меня, если будут искать меня, то найдут, да, что, в чём изменилась ситуация, в чём изменилась ситуация, да, ситуация, ситуация изменилась в том, что там обращение, да, обращение к людям, ответственным за весь народ, да, чтобы они поняли, чтобы они изменили систему управления, систему образования, чтобы они приложили усилия к тому, чтобы построить справедливое общество, и прежде всего идёт к тем обращения, кто отвечает за весь народ, да, а здесь обращение к частным, к частным людям, да, вот, призыв к ним не быть глупыми, да, понять, да, понять мудрость, мудрость, мудрость Торы, да, не отказываться от неё, потому что всякий, кто от неё откажется, и, да, это просто глупость, отказываться от мудрости Торы и пытаться сделать всё на основании своего понимания, там, опыта каких-то других людей, которые пренебрегают Торы, это просто глупость, да, поэтому глупые умудритесь, да, вернитесь, умудритесь сердцем, да, вернитесь к Торе, да, вот почему умудритесь сердцем, обретите, прежде всего, желание, желание, да, присоедини, желание постигать Тору, да, Может быть, вы еще и не постигли ее, да, но умудритесь сердцем в том смысле, обретите желание постигать Тору, быть привязанным к ней, это прежде всего, да, то есть здесь идет обращение к частным людям, к отдельным людям, да, не ко всему обществу, там мы слышали из самого текста, как бы контекста, что идет обращение ко всему обществу здесь, к частным людям, да. Да, слушайте, потому что я буду говорить важное, да, и открываю уста мои, чтобы сказать правду, да, вот здесь, конечно, каждое слово на вес золота, но я очень надеюсь, что многие вещи, они как бы понятны, да, вот слушайте, почему слушайте, потому что я буду говорить важное, это не YouTube, это не телефон, это не бесконечные разговоры о чем-то, это не рассуждение комментаторов по поводу новостей, которые, да, скажем, часто просто пустые разговоры не имеют никакого значения и только запутывают людей и настраивают их неправильно, да. Я, да, почему меня слушать нужна мудрость Торы, да, мудрость Торы, почему нужно меня послушать, почему нужно послушать настоящих учителей, мудрецов, потому что говорят важное, то, что важно. Нет то, что не важно, нет то, что забудется через пять минут, да, попрыгали, попрыгали, поговорили, вот восхитились, возмутились и забыли. Я говорю важное, да, то, что важно, да, то, что должно изменить жизнь, то, что должно изменить отношение к жизни, да, вот говорю важное, да, вот это очень, как бы, для меня просто волнующие слова. Говорю важное, да, я открываю уста мои, чтобы сказать правду, да, я, да, речь, речь Торы, да, выводы на основе Торы, да, это, это правда, да, потому что выводы на основе политических соображений и посылки кому, в плане кому что выгодно, кому подыграть, да, это, это неправда. А выводы с точки зрения Торы, да, да, это правда. Ибо истину произнесёт не оба, язык моё, да, и нечестие между для уст моих, да, сама, как бы, Тора, она, она говорит, что ложь, обман, да, нечестие – это всё, это всё никогда не услышите от меня, да. Справедливы все изречения уст моих, нет в них нечестного и извращённого, все они ясны для разумного и справедливы для приобрётших знания, да. Справедливы в том смысле, мы можем с вами подчеркнуть, что только из Торы выстекает истинная справедливость, да, нету, нету законов, которые не основаны на Торе, таких законов, чтобы они были справедливы. Да, истинная справедливость, она, ну, и понятна это, как бы, да, она от Всевышнего, который видит мир, знает мир, знает души людей, знает, как бы, все дела в мире, только он может установить справедливый суд, то есть, справедливый суд, только он может установить поведение по принципу милости, да, который тоже, скажем, да, добавляет к справедливости, к путям справедливости, да, вот, для обрядших знания. Все они ясны для разумного и справедливы для обрядших знания, подчеркивается, для обрядших знания, да, вот, как говорится в Перке, а вот, эйн бур-я-ре-хэд, эйн ама-алис хасид бур-я-ре-хэд, и человек неграмотный, он не может быть хасидом, исполняющим законы Торы с любовью, и, а человек совсем пустой, как бы, у него не может быть трепета перед небесами. Да, то есть, для того, чтобы, и здесь тоже, для того, чтобы прийти к справедливости, к пониманию, что такое справедливости, надо обрести знания, да. Примите учение моё, примите учение моё, здесь, возьмите учение моё, я бы всё-таки перевёл к «у», да. Возьмите учение моё, а не серебро, и знания больше, чем отборное золото, да. И вот, и здесь, да, то, что уже говорил царь Шламо, и царь Давид говорил в Салмах, «Мне Тора из твоих уст обращается, он Всевышнему говорит, она мне лучше, чем тысячи золотых и серебряных монет, да. Вот, и, скажем, может быть, кажется, это просто, может быть, кажется, это неуместным к какому-то замечанию. На самом деле замечание очень важное, да. Чего человек хочет в жизни, да, хочет ли он мудрости Торы в жизни, пожертвует ли он, скажем, состоянием, да, может быть, не всем состоянием, но чем-то для того, чтобы выкроить время для изучения, да, для изучения Торы. И откажется ли он от, скажем, части своего состояния, или он поставит своей целью в жизни обогащение, да, вот, как мы видели, это большая проблема для царя Шламо, да, есть человек, только стремится к обогащению, да, вот, и призыв, да, пусть мудрость, мудрость Торы, мое учение будет для вас главным, да, а не заработок. Заработок тоже может быть важным, да, но он скорее для жизни, чтобы можно было прожить, а не потому, что ты любишь деньги, да, это катастрофа, если есть такое ощущение, да, а вот любить мудрость – это совсем другое, да, вот, и знание больше, чем отборное золото, да, потому что мудрость лучше жемчужин, и все желанное не сравнится с нею, да, вот, то есть все, к чему стремится, все, к чему устремляется желание человека, да, вот, вот, в жизни, да, богатый дом, скажем, да, благополучие, спокойствие, спокойная жизнь, обеспеченная, да, все это не сравнится, да, все это не сравнится с мудростью Торы, да, я при мудрости питаю сообразительностью, да, это мы сейчас с вами переведем по-другому, да, вот, это мы с вами переведем по-другому, потому что мудрость лучше жемчужин. Я при мудрости питаю, анихухма шукхенитолма, я по памяти, просто надо было здесь, наверное, еврейский текст подстраховаться, так сказать, еврейским текстом, ну, уж ладно, сейчас по памяти. Анихухма шукхенитолма, да, я мудрость живу в хитрости, да, Равзи именно так, как вы перевели, я сейчас посмотрел, да, вот, живу в хитрости, да, вот, и, то есть, что, что имеется в виду, что имеется, сейчас я гляну, может быть, у меня дальше есть это, да, вот восьмая глава, просто я несколько раз, видимо, ее сделал, вот давайте здесь параллельно, да, вот, я при мудрости питаю сообразительностью, двенадцатый стих, анихухма шаххантиолма выдаат мизимот имца, да, я мудрость живу в хитрости, я бы сказал, да, то есть, здесь Шламок говорит еще об одном преимуществе мудрости, да, вот, человек мудрый, да, по-настоящему мудрый, да, он понимает, он понимает хитрость, он понимает там, где обман, он может остеречься обмана, он может и различить так же, да, когда его тянет куда-то дурное желание, да, Когда тянет дурное желание, если он человек мурный, он может понять, что это дурное желание. Здесь рассказывают обычно такую, может быть, несколько примитивную притчу, что один человек, приезжий в городе, он как бы не знает, куда пойти ему, куда пообедать, он просит кого-то его сопроводить, и они приходят в ресторан, скажем, куда-то, и он угощает, и заказывают они богатый обед на двоих. И вот когда должны принести уже по чашечке кофе, он говорит, я сейчас выйду, отойду на секундочку. И выходит, и исчезает. И бедолаге, который его согласил сопровождать, приходится платить за дорогой обед и за двоих. Это как бы пример того, что мудрый человек не пойдет на такое дело. Он, скажем, заподозрит здесь какую-то уловку. Я опять же говорю, что пример несколько такой примитивный, схематичный, но он поясняет вот эту мысль, что, значит, я мудрость живу в хитрости. Я и не пользуюсь хитростью. Я сам не иду на обман, но я прекрасно знаю, как жить с этой хитростью. Я ее тут же различаю. И это хитрость не только других людей, это хитрость также и дурного желания, которое иногда говорит, ну, ладно, вот здесь нет уж такого большого запрета. Здесь можно пойти на это. Но от одного раза ничего не случится. Вот какие-то такие уговоры. И если есть мудрость, знание того, как работает психология человека, и где там прячется дурное желание, то мудрость обязательно его развлечит. И сознание, оно определит, где злой умысел, оно его вскроет, злой умысел. Вот это как бы еще одно преимущество, одно преимущество мудрости. И рады, ашем, сенат, ла, и здесь потрясающие слова. Трепет перед Всевышним. Это ненависть ко злу. Высокомерие и гордыню и дорогу зла. И уста, которые говорят, как бы одно на уме, а другое произносят уста. Это все я ненавидел. Вот здесь прежде всего не говорится, что следует ненавидеть злодеев. Здесь речь о ненависти ко злу, даже не о ненависти к гордецам, а о ненависти к гордыне. Оставляется такая возможность, что не нужно ненавидеть самого человека, он может исправиться. При случае нужно с ним поговорить, постараться убедить его, оставить его дурные пути. Ненавидеть нужно саму, сами отрицательные качества. Зло, гордыню, зло, стремление ко злу. Это то, что следует ненавидеть. И здесь такая, на мой взгляд, совершенно потрясающая посылка – в этом трепет перед Всевышним. И не то, чтобы в этом именно трепет перед Всевышним, в этом проявляется трепет через Всевышним. Проявляется трепет через Всевышним. Приведу такой пример с вашего разрешения. Рав Кук говорит в книге своей «Урод» говорит, как проявляется любовь к земле Израиля. Как проявляется любовь к земле Израиля. Что человек ложится на землю, целует её, или он всё время говорит «Вау, как красиво, какая красота». Может быть. Но Рав Кук, он как бы даёт более чёткий, более ясный момент, признак того, что человек любит землю Израиля. Он говорит так, чем больше человеку ненавистен Галут, тем у него больше любовь к земле Израиля. То есть, иногда как бы очень трудно пойти от позитива и сказать, что любовь к земле Израиля – это. Ну, а что это? Как-то трудно. А вот это задание, что человек ненавидит Галут, вот тут как бы более чётко. То же самое и здесь. И не то, чтобы сам трепет, это ненависть ко злу. А видно, что у человека есть трепет, если он ненавидит зло. А это признак того, что у человека есть трепет перед Всевышним. Если человек равнодушен ко злу, ему всё равно, что происходит вокруг него. Кто там берёт взятки, кто обманывает, кто сплетничает, кто кого-то подсиживает. Он занят своим делом, изучением Торы, чтением Таилим. То, что вокруг его не интересует – это признак того, что у него нету, по крайней мере, нету сильного трепета перед Всевышним. Так что эта посылка тоже, на мой взгляд, очень интересная и нетривиальная. Дальше мудрость говорит – у меня совет и у меня спасение. Я – понимание. У меня сила. И я надеюсь, что если мы уже привыкли к языку царя Шламо, то мы понимаем, о чём он говорит. Я – совет. То есть, тот, кто исходит из Торы, из принципов Торы, из тех посылок, которые есть в Торе, он составит верные планы или те планы, которые сработают, которые притворятся в жизнь, те планы, на которых он не споткнётся, тот, кто учитывает закон Торы. Мудрость говорит, что его совет, то есть, его план будет успешен. Это говорит словами – у меня совет. Как бы, если хочешь спросить совета, как быть, как поступить, приди к мудрости Торы и посоветуйся с ней. Вытуши я, и у меня спасение. Спасение. Скажем, да, есть разные ситуации, когда можно поступить по-разному, и только одна, как бы, да, и честность человека, честный поступок, он поставит его в тяжёлое положение. Мудрость Торы обещает, если ты поступишь по Торе, по её закону, то придёт спасение. Так или иначе, придёт спасение. У меня совет, и у меня спасение. Они бина лигура. Я и понимание, да, настоящее понимание есть у того, кто владеет мудростью Торы, да, и я, и сила, да, сила в том смысле, что способность что-то сделать, реальное, да, вот эту силу придаёт Тора. Вот, бималахим явныху, мною будут править цари, да, и советники будут устанавливать справедливые законы, да, или закон справедливости будут устанавливать мною, да, ну, тоже, как бы, понятно, да, что цари правят, как бы, советуясь с мудростью Торы, прибегая к мудрости Торы, да, и советники, да, министры устанавливают справедливый закон, только в том случае, если они советуются с мудростью Торы, да. Вот, хорошо. Давайте мы с вами здесь остановимся. Если есть какие-то вопросы, я готов попытаться ответить, да, вот, и очень надеюсь, да, что, по крайней мере, в какой-то степени, этот текст будет читаться теперь по-другому, когда вы его откроете, да, он немножко будет, как бы, звучать, да, хотя бы немножко. Хорошо. Ладно. Если есть что-то, спросите я с вами. Если нет вопросов, то что? То можно... Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда вы переводите премудрость, это вкладывается божественная мудрость, по сути, да, в отличие от мудрости человеческой, да? Ну, да, конечно. Это мудрость, основанная, мудрость на основной натуре, да. И поэтому уместно называть ее премудрость. Премудрость, это превосходящая мудрость обычная, да, да. Это, да, это правильно. Вот. Потом мы увидим там очень интересные свойства у этой мудрости, да. Но мы до этого доберемся как-то, да. Вот. И она предшествует творению, да, очень интересно. То есть ее нельзя как бы полностью выучить из творения. Есть что-то, то, что за пределами сотворенного мира и так далее, и так далее. Посмотрим. Не успели как бы вот... Не знаю, может быть, ты или мне надо было трогать, но мне показалось, это тоже очень важный момент, такой пример чтения. Нет, пример шикарный, Равзиев. Он же используется везде, как ссылка, конечно. Поэтому хорошо, что разобрали, да. Хорошо. Хорошо, ладно. Я желаю всем легкого поста и самого-самого хорошего в наступающем году с Божьей помощью, да. Вот. Я уж только не знаю, пожелать мира или нежелательный. Лучше пожелать... Победы. Победы. Вот, вот, это то, что... Ницахон Мухлад. Ницахон Мухлад. Ницахон Мухлад, хорошо. Кончательные победы. Спасибо всем. Был рад еще раз с вами побеседовать. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо, Равзиев. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.